Александр Дович, я знаю, что с химией связана практически вся ваша жизнь. Вы целенаправленно поступали в химический лицей, потом на химический факультет и уже 30 лет работаете в этом институте. Почему именно химия? Ну, так сложилось, что в старших классах мне понравилась именно химия. Я пошел в специализированную школу с уклоном на химию. И уже фактически в старших классах определился с тем, что хочу связать свою жизнь с химией. Поэтому я целенаправленно поступал в Высший химический колледж при Верховном имени Менделеева. И поступив туда, уже на первом курсе, я пришел в Институт органической химии. Это был 93-й год. И вот с тех пор я выполнил дипломную работу, потом остался здесь же в аспирантуре, кандидатская диссертация. Потом у меня была постдуковская стажировка один год. И когда я вернулся в 2003 году, я начал здесь самостоятельную работу. И так вот, начиная с 2011 года, я являюсь заведующим лабораторией. Давайте поговорим о Вашей лаборатории. Чем она занимается? В нашей лаборатории сейчас активно развиваются два направления. Первое направление – это фторорганическая химия. На самом деле, фтор – очень важный химический элемент. И основной акцент его приложения – это медицинская химия и агрохимия. Если заглянуть в аптеку, то там будет множество лекарств, которые в той или иной форме содержат фтор. То есть, по каким-то причинам фтор улучшает терапевтические свойства молекул. И, соответственно, это пользуется очень большим спросом. Второе направление – это фотокатализм с использованием видимого света. Это одно из самых интенсивно развивающихся направлений в органической химии в настоящий момент. Вот в такой, в мировой органической химии. Это с помощью таких процессов можно делать очень широкий круг реакций. Это все. А я читала, что у вас еще кремние и органические соединения на повестке дня. Да. Мы занимаемся… Еще использовали мы элементы органических соединений для нужд органического синтеза. То есть, ключевая цель – это все-таки синтез органических молекул, органических соединений. И для этой цели мы используем различные элементы. Мы занимались химией бора, кремния. Очень много занимались химией кремния, начиная с 2003 года, наверное, последние 10 лет мы занимались химией кремния. Немножко занимаемся химией фосфора, много второорганических соединений. Но, опять же, это вспомогательные элементы и цель использования этих элементов для нужд органического синтеза. Давайте вернемся к фтору. Поговорим о том конкретно, чем ваши лаборатории занимаются применительно к этому, как мы поняли, очень важному элементу. Да. Мы занимаемся синтезом… Мы занимаемся разработкой методов получения второорганических соединений. И, в частности, методов введения вторсодержащих функциональных групп. Такие группы могут вводиться селективно в определенный фрагмент молекулы. И они, с одной стороны, могут изменять терапевтические свойства молекулы. В то же время ключевые свойства остаются теми же самыми. То есть фтор-элемент маленький, но в то же время за счет своих электронных свойств он оказывает существенное влияние на параметры молекулы. Маленький, но удаленький. Да, маленький, но удаленький. Какие-то новые вещества вам удалось получить? Ну, дело в том, что в жизни каждого синтетика, в повседневной жизни происходит синтез новых веществ. И здесь новые вещества – это не есть некая цель, потому что новые вещества получаются очень легко, и это рутинная работа. Мы разрабатываем строительные блоки, из которых строится лекарство. Вот мы часто наблюдаем такие вещи, когда мы делаем вещества, и очень быстро на основе этих веществ начинают на рынке возникать продукты, которые продаются. То есть все, кто читает наши публикации, начинают быстро воспроизводить наши работы и используют это для развития своих направлений. То есть мы сделали серию методов для введения трифторметильного фрагмента, для получения вторсодержащих аминов. Мы разработали принципиально новый подход для получения соединений с цифтор-2-фрагментом. У нас есть серия работ, посвященные синтезу гидроциклических соединений, содержащих всего один атом фтора. А что это за соединения? Это соединения индольного ряда, соединения фуранного ряда. В особенности, вот скажем, соединения индольного ряда, они известны, что широко встречаются среди биологически активных соединений, среди природных соединений. И с помощью наших методов их можно делать достаточно эффективно. А есть ли в аптеках сейчас какие-то препараты, которые были разработаны на основе ваших методов? Думаю, что нет. Дело в том, что доведение молекулы до аптеки – это крайне долгий и затратный путь. И сейчас в основном по такому пути идут западные фармкомпании. Это требует огромного количества средств на первичные испытания, главное, на клинические испытания и потом на сертификацию. И мы в основном, наша группа больше занимается фундаментальными исследованиями, направленные на создание базы, которая позволяет создавать лекарственные препараты. Ну, давайте тогда поговорим о втором блоке ваших исследований, связанном со светом. Расскажите об этом подробнее. Это направление, которое начало активно развиваться примерно 10 лет назад в органической химии. Дело в том, что органическая фотохимия была известна очень давно, но многие ее недолюбливали, потому что она включала использование ультрафиолетового света, требовала особого оборудования. А видимый свет, с одной стороны, он совершенно не затрагивает органические соединения, он доступен, потому что источники света доступны. И в то же время, при наличии катализатора, видимый свет, то есть простой солнечный свет, может использоваться для того, чтобы пошла химическая реакция. И с помощью таких процессов можно реализовывать самые разные химические реакции, делать это очень эффективно. Ключевой момент, ключевая особенность этих процессов, то, что они позволяют проводить реакции гораздо дешевле и проще, чем многие другие методы. Потому что свет светит всем бесплатно. Да, свет светит всем бесплатно. Если есть какая-то одна частица, которая его начинает поглощать, она может запускать реакцию и происходить какие-то превращения. Какие конкретно? Что вы за превращение тут производите? Опять же, мы используем эти реакции для синтеза второрганических соединений, для генерации трифторметильного радикала. Таким образом, трифторметильная группа может вводиться в молекулу. Вот такой пример, что введение трифторметильной группы в ароматическое кольцо замедляет скорость метаболизма вещества в организме и повышает его устойчивость, повышает его метаболическую стабильность. Вот одно из возможных применений. То есть сейчас это направление очень широко изучается за рубежом, и в этой области мы чувствуем бешеную конкуренцию. Есть ли у вас какие-то оригинальные разработки в этой части? Конечно, есть. Мы публикуемся. У нас есть интересные реагенты, интересные методы, которые мы используем. Скажите подробнее об этом. Что у вас есть такого, чего нет нигде больше? У нас есть уникальный метод синтеза соединений с цифтор-2-фрагментом, основанный на использовании дифторкарбена в качестве ключевого строительного блока. Так, расскажите об этом понятным языком. Значит, вот когда мы проанализировали литературу по лекарственным препаратам, мы поняли, что соединений с цифтор-2-фрагментов среди одобренных лекарств крайне мало. И мы задались вопросом, а почему их так мало? И один из ответов, к которому мы пришли, это то, что методы синтеза таких соединений весьма ограничены. И мы разработали универсальный метод получения таких соединений, который позволяет получать широкий круг продуктов с таким звеном. И вот эти статьи, мы выпустили серию статей, они получили широкое признание. А почему вы решили, что они вообще нужны, такие вещества? Потому что также из литературных данных было известно, что дифтор-метиленовый фрагмент является биологическим изостером атома кислорода, и это используется для дизайна лекарственных препаратов. Какие-то препараты уже появились? Ну, не обязательно у нас, вообще где-то появились на основе подобных разработок? Мне сложно ответить на этот вопрос. Дело в том, что отслеживать такие вещи очень тяжело, потому что даже когда мы видим лекарственную молекулу или то, что она находится в пантенте, не всегда понятно, каким способом. Реально она получалась. Вам же наверняка хочется понять, насколько ваши разработки потом пригождаются в жизни, как они помогают людям. Да, мы читаем литературу на эту тему, но, с другой стороны, я скорее ученый, нежели бизнесмен, поэтому... Дело же не в бизнесе, а в том, чтобы они лечили человечество от каких-то тяжелых заболеваний. Да, это так, но это совсем другая область, область применения человеческого ресурса. Вы сами свои разработки не пробуете? Нет, я не пробую. Потому что я знаю, есть ученые такие смелые, которые на себе экспериментируют. Я, нет, я никогда не пробую. Я, наоборот, очень радуюсь, когда нашими разработками пользуются... Александр Давидович, ну, хотелось чуть-чуть пофилософствовать, если вы не возражаете. А задумывались ли вы о возможности существования жизни на основе фтора, на основе кремния, вот каких-то таких соединений? То есть неуглеродная жизнь. Фтор обладает вот комбинацией уникальных слоев. С одной стороны, его на Земле необычайно много. В земной коре его очень и очень много. Но с другой стороны, природных соединений, содержащих фтор, их практически нет. Вот единицы и те природные соединения, которые доступны, обладают чрезвычайной токсичностью. То есть супертоксичны. И простейшие неорганические соединения на основе фтора, как самый элементарный фтор, плавиковая кислота, аж фтор, это крайне токсичные вещи, которые мы не используем в нашей лабораторной практике, потому что это очень опасно. Значит, фтор мы вычеркиваем из претендентов, скорее всего. Да, фтор в качестве основы жизни это крайне маловероятно, потому что создание живых систем со фтором, это трудно даже себе представить. Это будут очень токсичные существа. Да, это очень токсичные существа. С кремнием вопрос крайне интересный, потому что кремний, с одной стороны, также широко доступен, это земля, это песок, это источник кремния. С другой стороны, кремний очень близок по своей сущности к углероду, и в принципе такая постановка вопроса, а что если углерод заменить на кремний, она возможна. Ну, наверное, в каком-то фантастическом фильме это можно себе представить. Какие еще элементы вы могли бы рассмотреть в этом качестве? Недалеко. Ну, все мы знаем, какие элементы крайне важны для живых существ. Это азот, фосфор, кислород. Вот на основе фосфора, как вы думаете, возможно представить себе жизнь? Ну, представить все возможно, но думаю, что это очень-очень далеко от реальности, потому что, опять же, вопрос токсичности, он будет ключевым. Хотя неорганические фосфаты в человеке, в живых организмах тоже ключевой компонент. Вот интересно, когда все формировалось, почему именно углерод, почему не тот же кремний? Это, интересно, вопрос случайный или какой-то целенаправленный вопрос выбора эволюции? Как вы думаете? Я думаю, что это не случайно, что это вопрос именно выбора эволюции, но и следствия тех свойств, которыми обладают эти элементы. Потому что некоторые реакции, скажем, с углеродом идут быстро, а с кремнием идут медленно. Углерод оказался оптимальным. Потому что особенность углерода – это структурное многообразие. Вот чем замечательная органическая химия, бесчисленное количество соединений, которые можно нарисовать, и, пожалуй, это ключевое свойство углерода, в отличие от кремния, который существенно более ограничен, чем углерод. Поэтому я думаю, что то, что жизнь устроена на основе углерода – это правильно. Это правильно. Я вижу, что органическая химия вас продолжает так же увлекать, как и 30 лет назад. Вы нисколько не разочаровались? Нет, нисколько не зачаровался. Я еще в старших классах понял, что хочу заниматься наукой, и не жалею об этом. Спасибо вам огромное. Очень интересно.